Привет! В этом году тебе нужно принять очень важное решение. Куда пойти учиться? Знаешь, в мире насчитывается 40 тысяч профессий. Как выбрать ту, которая не будет рутиной, а станет делом на всю жизнь? Как не ошибиться с выбором профессионального пути? Прежде всего, стоит задуматься, а куда я пойду работать после учебы? Востребована ли моя профессия на рынке труда? Сегодня в Кыргызстане одна из наиболее развитых отраслей экономики – отрасль строительства. Каждый год строятся и сдаются в эксплуатацию сотни зданий по всей стране. В Кыргызстане в сфере строительства работает более 7 тысяч организаций. В этой отрасли задействовано более 247 тысяч человек. И все равно строительные специальности неизменно входят в перечень наиболее востребованных профессий в республике. В ближайшие годы спрос на специалистов в данной отрасли только увеличится. Президент Кыргызстана Садыр Джапаров сказал, что в стране будет разработан проект новой государственной жилищной программы, на которую будет выделено 30 миллиардов сомов. Значит, специалисты строительной отрасли будут более чем востребованы. Признанным лидером в подготовке специалистов в строительной сфере является Бишкекский колледж архитектуры и менеджмента в строительстве, который уже более 90 лет готовит профессиональные строительные кадры. Я рекомендую всем поступать в данный колледж, так как он дает много знаний и культуру, наследие Кыргызии, а также много познаний в области их развития. Данный колледж мне дает возможность поступить в хороший университет, чтобы продолжить учебу в России, например, или остаться здесь и хорошую специальность дальше получать. Когда я учился в девятом классе, я интересовался технологиями деревообработки и конструктированием мебели. И я начал искать в этой сфере учебные заведения, и родители мне посоветовали этот колледж, так как этот колледж более престижный. И я не жалею, что поступил в этот колледж, так как я оправдал ожидания родителей. Сейчас я учусь на втором курсе. Моя специальность это техника деревообработки, дизайн и конструирование мебели. Еще с пятого класса я думала о выборе своей профессии и решила, что после девятого класса я пойду учиться на дизайнера-конструктора мебели. Знакомые посоветовали мне этот колледж, и я очень рада то, что поступила именно сюда. Почему я выбрала именно эту профессию? Она меня привлекла тем, что можно создавать что-то, конструировать. И вообще у меня очень творческие способности, и это меня именно привлекло. Получается, я был сильно увлечен в спорт. И меня отец сюда привел. И первоначально я вообще не хотел учиться здесь, потому что очень-очень сильно увлекался спортом. Но потом, как я окончил первый курс, мне очень сильно захотелось учиться и развиваться. Я полюбился их, одногруппников. Здесь учителя очень хорошие. По окончаниям третьего курса нас говорят, что отправят нас в Германию. И у нас учителя очень хорошие. Советую всем сюда поступить. Колледж дает образование по девяти специальностям в сфере архитектуры и строительства. Обучение проводится на базе девятых и одиннадцатых классов. Сегодня БКАМС вошел в число восьми колледжей страны, на базе которых в рамках проекта «Программа развития сектора навыки для инклюзивного роста» Министерства образования и науки Кыргызской Республики при поддержке Азиатского банка развития формирует центры передового опыта. То есть именно здесь первыми внедряются новые учебные программы, новые методики обучения, которые после будут распространены по остальным 151 колледжу республики. Для центров передового опыта был проведен анализ рынка труда и определены наиболее востребованные специальности в разных областях республики по месту расположения колледжей. Для БКАМС и, соответственно, для Бишкека такими специальностями стали строительство и эксплуатация зданий и сооружений, технология деревообработки, дизайн и конструирование мебели, монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических и вентиляционных устройств. Проект осуществляет реконструкцию здания колледжа. Оборудованы современные учебные и компьютерные классы, столовая, учебно-производственный комплекс, центр карьеры. Предусмотрены условия для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно порядка 200 молодых специалистов выпускается на рынок труда. Более 70% выпускников колледжа находят себе работу по специальности после завершения обучения. Кроме того, выпускники колледжа могут продолжить обучение в вузах, в том числе России, причем на бюджетной основе. Современные мастерские, компьютерные залы, зона отдыха и занятий спортом, общежития и библиотекам, использование на занятиях компьютерного оборудования – все это позволяет готовить лучших специалистов в строительной отрасли. По специальности строительства и эксплуатации зданий и сооружений будет открыта строительная лаборатория, где будет оснащена современными оборудованиями. По специальности технологии деревообработки, дизайна и конструирования мебели будет создан учебно-производственный комплекс, а именно будет открываться мебельный цех. Тоже в этом цеху будут закуплены на деньги АБР современные деревообрабатывающие оборудования. А по специальности монтаж и эксплуатация санитарно-технических и вентиляционных устройств будет открыт жестяной цех. Там тоже будут современные оборудования, листогибы, трубогибы, сварочные аппараты. Мы заключили меморандум, было подписание меморандума с 13 компаниями работодателями. В этом меморандуме мы четко обозначили, что работодатели в первую очередь будут принимать участие в государственных актестрационных комиссиях, будут они в составе комиссии, будут они оценивать уровень знаний, полученный за весь период обучения в нашем колледже. Наши студенты будут проходить все практики на их территории. Согласно утвержденного рабочего плана, учебного плана, они будут проходить обучение. Будем оборудовать совместно с работодателями учебные классы. И после завершения нашего учебного заведения наши студенты будут трудоустроены именно в этих строительных компаниях. На самом деле все эти строительные профессии – те, которые были нужны людям 100 лет назад. А будут ли они нужны в будущем? Да. Потому что каждому из нас нужен уютный дом со всеми удобствами. И если треть жизни каждого человека уходит на сон, значит нужна удобная кровать. Одна шестая нашей жизни занимает работа, значит нужен офис, удобный стул и стол, и еще много другой офисной мебели. Современные мастера отделочных работ – мебельщики, слесари, сантехники, профессии интернациональные. Квалифицированный специалист найдет применение своему умению и знаниям в любом конце света. Дома строят везде, как и мебель производят во всех странах. И везде есть спрос на умелые руки и мыслящую голову. Например, современный мебельщик – это конструктор и дизайнер в одном лице, который использует в своей работе IT-технологии, то есть занимается интеллектуальным трудом. Мебельщики, или как их называют сегодня дизайнеры мебели, во все времена почитались не меньше, чем художники, музыканты, скульпторы. Например, мы до сих пор пользуемся знаменитыми диванами Честерфильда или Танетовской мебелью изгнутой древесины. Лежали на такой кушетке, ее придумала мебельщица Шарлотта Перриан. А это стулья от Людвига Миссавандер Руэ. Знаменитый стул «Зигзаг» от Геррита Томаса Ритфильда. Или кресло от Арне Якобсона. Примеров очень много. То, что окружает нас в жизни, это полет фантазии мебельщиков всего мира. Или сантехнические работы. Да, по всему миру проходят салоны и выставки производителей сантехники. Сегодня строительные профессии предоставляют большие возможности и для девушек, которые обладают умением работать с современными технологиями и хотят иметь карьерный рост и постоянный заработок. Добро пожаловать в колледж «Бега». Ну что, тебе стало интересно? А хочешь узнать, как поступить в Бишкевский колледж архитектуры и менеджмента в строительстве? Тогда запиши адрес и телефон. А теперь внимательно посмотри, как подать документы. В 2021 году прием и оформление документов абитуриентов в колледже Республики ведется посредством сети интернет с помощью автоматизированной информационной системы www.2020.edu.gov в свое желание обучаться в данном среднем специальном учебном заведении. Редактор субтитров А.Семкин